Всем привет, с вами Metal Sonic. И сегодня я продолжу, а точнее закончу проходить игру Spider-Man 2000 года. Да, это скорее всего последняя часть, тут осталось у нас в принципе 3 босса, и игра будет закончена. Вот, ну когда я закончил прошлую часть прохождения, я совершил такую, ну, можно сказать, оплошность. Дело в том, что я не сохранил игру, и мне пришлось заново проходить уровень на складе. А потом уровень с отключением дыма. Вот, такие дела. Так, ну пока мы тут говорили, у меня тут в принципе демо включилось. Так что давайте без лишних слов продолжим. Не слушай, кто бы ты ни был. Никто не может контролировать симбиозов. Никто! Мне не нужно контролировать симбиозов, друг мой. Док, Октавиус? Мы можем работать вместе. В новом мире человечеству нужны новые технологии, и я могу их предоставить. Симбиоз – единственный путь к спасению. Стоило догадаться, что Октавиус не может перевоспитаться. Нас ждет идеальный мир, а те, кто не готовы его принять, будут им раздавлены. Насчет раздавить. Насчет раздавить. Пора развлечься, уроды. Слышу запах плохого симбиота. И это не я. Сожри его, дедушка. Наконец-то мы одни. Давай с этим покончим, Человек-паук. Ну вот, как вы видели, как вы видели, Док Октавиус хочет с нами подраться. Ну и мы дадим ему такую возможность, разумеется. Ну я думаю, понятно, кто победит. Ну ладно. Тактика этого босса самая простая в АГЕ. Вы просто ждете, пока опустятся вот эти рычаги или переключатели. Нажимаете на них и высасываете энергию из этого щита, электронного щита Доктора Октавиуса. Точнее, не электронного, а электрического. Вот. И когда этот щит будет обесточен, вы сможете удавить Октавиуса. Собственно, этим я сейчас и занимаюсь. Не, ну вообще, вот эта вот именно часть, кажется, мне самая эпичная в этой игре. Конечно, сюжетик тут не самый лучший, я не спорю. Я даже до 2000 года. Но все равно интересно взаимно наблюдать. Блин, как же меня пьет. Какой же я все-таки наивный в этой игре Октавиус. Серьезно. Он даже смог убить Человека-паука и вселить своего тела. Но в этой игре он дал в общем грубное безобразие. Серьезно. Сочем создавать такие включатели, из-за которых отключается щит? Мне это непонятно. Ну, в принципе, осталось... И остался еще один раз. И Долокок, считай, на блюдечке. Так, ну... Игра у меня почему-то немного подлагивает, я это не знаю. Не знаю почему, но в будущем попытаюсь... В будущем попытаюсь исправить. Так, тут у нас еще один выключатель подоспел. Ну, все, буквально один удар остался. Даже без перчаток он ударил, и все. Что ж, такова моя судьба. Одного нет, остался еще один. Интересно, как там Белом? Эдди, ты в порядке? Скажи что-нибудь. Очнись, друг. Да, это ты, Паркер. Что ты сказал? Нас тут сейчас ждет Махач с Карнажем. Среди комнаты. Симбиоты ненавидят две вещи. Огонь и звук. Здесь поднимется... Ну, в принципе, тактика тут просто. Нужно просто, скажем так, заманивать... Как заманивать Карнажем в пузырь его. Сформулировал, наконец-то. Так, мне тут нужно захилиться. Где тут жизни? Фух, я была на волоске. Мне нужно еще комикс взять. Вот там он, внутри звукового пузыря находится. Так. Блин, я составляю ерунду. Так, ты заманивайся-то давай. Серьезно. Никогда за всю свою жизнь я... За всю свою жизнь мне не было сложно драться с этим боссом. Как только я начал записывать прохлаждение, как назло, у меня ничего не получается. Так, ну, мы сделаем по-простому. Комикс... О, я успею взять комикс. Теперь вы знаете, что комикс можно найти внутри пузыря. Так, давайте запутаем его нашей палутиной, чтобы он дальше там сидел. Ой. Ну, мне нравится, как креативный создатель игры подошли к битве с симбиотом. Действительно, даже в комиксах симбиоты боятся звука. А тут это реализовано тоже довольно-таки неплохо. Так что те, кто читали комиксы, без труда смогут подобрать к нему тактику. То есть, по сути, игра делалась для фанатов. Ну, ладно. Тем не менее, мы уже одержали победу над симбиотическим уродом. Давайте, пожалуй, сохранимся. На случай, если у меня вылетит эмулятор и... не знаю, отрубит электричество. Хотя у меня ноутбук заряжен, ну ладно, не суть. Я был изначально обречен на поражение. Как я уже сказал, фокус не был. Никто не может управлять симбиотами. Никто из тех, кого я встречал. Передохни, паучок. Все закончилось. Что ж, еще один день в жизни. Ой, что это? Покторюсь. Ну, тут у нас произошел неожиданный твист сюжета. Дело в том, что симбиот слился с злококом. И нам придется от него улепетывать. Вообще, по рассказам многих геймеров, которые в детстве играли в эту игру, все до усачки боялись вот этого уровня. Потому что тут такая накаляющая атмосфера. Все дела. Кстати, когда я играл в первый раз, я не мог быстро зацепляться за потолок. Ну, например, вот так. И все время поигрывал на этом уровне. Ну, а сейчас, когда эту игру уже десяток раз прошло, в принципе, ей легко удается этот уровень. Ну, я надеюсь, что в этот раз паук тоже меня не подведет. Чуть не подвел. Давай, паук, шевели ногами. не подходи ко мне. я извиняюсь, что не комментирую сейчас видео, просто я довольно-таки сосредоточен на этой вот битве с друг оком. Точнее, не битве, а правильнее будет погоне. фух, у меня уже болят пальцы. Уровень радиации все поднимается. Вы видите сбоку экрана шкалу радиации. Меня дико пугает эта музыка, которая звучит на этом уровне. Давай, паук, давай, давай, спайзи, двигайся. фух, я без проблем подобрал все комиксы. И вот уже мы на подходе практически к финалу этой игры. Давай, давай. По-моему, тут финальный коридор. Или нет, не финальный. да ёшкин кот. Нет, я проиграл первый раз. Ладно, пофиг. Блин, ну как так? Я ох. Ладно, мне придется пройти второй раз. Да неужели они хотят сказать, что мне придется проходить сначала. Ну ладно, старые игры были суровные, но придется пройти такой уровень заново. Ой, это просто жесть, товарищи. Серьезно, вот сколько я не играл в эту игру, я ни разу так не не лоханулся. полный полный атас. Блин, разработчики просто садисты, заставляют заново проходить этот дебильный уровень. Не, я бы не сказал, что он дебильный, просто он довольно длинный, но не совсем нравится тягомотина. Я имею ввиду данный уровень. Ну, если не смотреть на его длительность, то в принципе этот уровень довольно-таки эпичный, я бы сказал. Паучок говорит, что он уже рядом с поверхностью, но это в принципе не так, потому что бежать нам еще, ну, скажем так, прилично бежать осталось. не могу их встряхнуть. Он дышит мне в спину. Отойди. Второй уровень, почти на месте. Это еще не конец, берегись. и ... будет... Фуууууу мы преодолели его ну и смотрим концов как хорошо, что черный коп мне позвонил похоже, мы как раз вовремя эй, паучок ты не достанешь для нас автографа Капитана Америки? о, братец мститель, у тебя есть тройки? расслабься в общем, хорошо, что ты к нам вернулся, паучок о, простите, я отлучился для спасения мира а ваши карты увидеть совсем не сложно твой паучий инстинкт здесь тебе не поможет кто бы говорил ты всю ночь ко мне в карты заглядываешь мне не нужно смотреть в твои карты, мститель твой блеп слишком очевиден ладно, ладно пусть это будет честная, спокойная и дружеская игра но кто его все время приглашает? эй, ребята, может хватит? слушайте, братки, я горю подождите, постойте, тайм-аут вы все работали вместе и все равно не могли победить Человека-паука? это не моя вина план Дока Октавиуса был ужасен все же знают, что симбиоты неконтролируемы эй, подождите я носорог ты скорпион а он осьминог а кто же фокусник? так что, носорог ест тройки? оу, эй, стойте у меня Джокер думаете, вы самые умные? а я победил ну что теперь скажете? победа у меня вот вы надо мной смеялись и кто теперь плачет? эй, подождите, я ошибся ну, в общем-то прохождение игры завершено игра была довольно-таки неплохая вообще, одна из моих любимых игр про Человека-паука именно не на PS1 вообще но, тем не менее прохождение я заканчиваю всем пока с вами был Metal Sonic ждите новых видео прохождение игры